Моя родина Сибирь необъятно велика, как жених, так и богатырь, а как невеста, так и ягодка. Разговоры получасовые, насыщенные, а потом думаешь, ну хорошо, ну вот еще одна ученица, а те, кто сотни, тысячи, кто меня даже, и не подозревают, что могут вырасти деревья. Это разве нормально? Я попросил ваше разрешение, включил запись. Ну что, поехали? Да, да, я согласна, пожалуйста, введите запись, я очень рада буду помочь в чем-то. Ладно, я вам помогаю, мы с вами с авторой, зачтется. Смотрите, я набрал фото природы Краснодарского края, изумительный край, изумительный, да? Вот, и на фоне вот таких фотографий будет состояться разговор. Запись снаружи на экран, так удобно, звук лучше. Так, как вас зовут? Меня зовут Мария Геннадьевна, я из города Красноярска. Ой, землячка, землячка, давайте дальше. Вот. Вы знаете, я столкнулась с такой проблемой, не могу вырастить абрикос. Хотя у меня неплохое место для него, ну, как я считаю. Это деревня Бугачева, как бы в Ложбинке вот этой вот находится, ближе к Галягину у меня участок земельный, огорожен. Вот я сколько ни брала, я пытаюсь при... Так, продолжаем разговор. Я сразу перебью, как, наименования мне немножко незнакомы. Скажите, сколько километров от участка до Красноярска? Практически район мясокомбината. Вот я так скажу, из деревни Бугачева. Вы не заметили, дело в том, что есть такие понятия, в школе проходили розы ветров, так, города себя греют, греют за счёт вонючих выклопных газов, но греют. И за счёт заводов, за счёт этих самых труб, которые дают тепло, и от самих зданий. Так, вот, у вас не почувствовали, вот я проверял, по Красноярску ехал, перепады на 10 градусов, то есть в одном месте может быть минус 40, а в другом 30. Минус 40 уже с абрикосы у вас практически плодоносили, если каждый год не будут плодоносить, или, кроме самых скромных сортов, а 30, и персики вырастите. Вот скажите, у вас есть понятия, какие у вас экстремальные были температуры? Ну, смотрите, сразу же отвечу по роде ветров. Прежде чем выбрать участок, я запросила с Мининской, ну, там это рядом, на северном пункте, там гидрогеологическая станция раньше была. Я взяла оттуда, я в декрете как раз была, у меня просто делать нечего было, потому что перед выбором. Я взяла за несколько лет розу ветров у них данные и вычеркала розу ветров на миллиметровке. И выяснилось, что там практически в городе никогда не бывает ветра. Никогда. То есть город у нас, получается, стоит на юго-востоке, даже ближе на востоке, получается он у нас. И чуть-чуть на юго-востоке. И оттуда у нас практически очень мало ветра. То есть у нас дует запад в основном, и запад, ну, да, запад в основном. Ну, и какие экстремальные температуры, вспоминайте, последний год, последний? Экстремальные плюсы, минусы? Минус, меня минус интересует. А, минус, ну, минус 36 было. И всего-то? Ну, да, а там, ну, всего, это пригород, как бы. Значит, всё-таки греет. Может, что слоярки-то минус 40 было. Всё-таки греет, греет город. Зря так сказали. 36. Это Африка, это почти Африка. Минус 36. Я шучу. Так, второй момент. Как далеко от незамерзающего Енисея? Плотина? Очень далеко. Очень, так. Ну, тут уж тогда уже водохранилище тёплое вам не помогает. Ладно, вы меня немного успокоили, 36. Итак, теперь послушайте меня. Делим абрикосы на две группы. Первая, скромная. Суперскромная, не так, супермародостойки, но скромная. Это манчжурцы. У меня тут рядом, я могу быстренько-быстренько найти, знаете что, свой каталог. Вы потом как, чем хорошо? Я вам потом вышлю с записи, всё, вы будете всё это видеть. Пока вы на слух. Вы так сказать. Не, на карандаш сейчас не брать это всё? Не, не надо, ничего, ничего. Чем-то и хороши мои фильмы. Вот. Итак, сейчас я буду вам показывать. Начинаем. Значит, скромная группа, из этих скромных, самая продвинутая. Амур, вот, культурный, вкусный, немножечко лёгонькая кислинка. Лёгонькая, лёгонькая. Вкус необыкновенный. Зысковатый, называю мечта хозяйки. Это я быстро пробегу сейчас. Вот. Почему мечта хозяйки? Соки, компоты, варенье. И, учитывая, что он слегка твердоватый, получается, что транспортабельный и лёгкий. То есть, не то, что как пять дней он уже превращается в кашу. Он самый подходящий. Хотя он из культурных самый скромный. Вот. Дальше пошли. Его сыновья. Передо мной фотографии, которых вы бы облизнулись. Вот. Дальше пошли его фотографии. Вот. Это его дети. Вот такие дети. Вот такие дети. Это как раз для вас. То есть, это гарантированно вас будет плодоносить. Если, конечно, вы не натворите бед. А беда – это улучшение деревьев и почвы с помощью лопат и секатора. Это две самые страшные беды, которые постигли всю Россию. Вот. А у нас, сибиряков, хуже всего, потому что нам нельзя трогать почву, кроме кошения. Вот. Так, теперь абрикосы, Артём, скромен, но супер рожает. 25 метров дерева. Каждый год они восплодоносить не будут, абрикосы. В среднем через год сразу говорю. Сразу говорю. Это такая беда. А, можно каждый год, знаете как? Тут берётся количество. Вы севаете там 10 косточек таких, 10 таких, или 20, или 30 таких, таких, таких. Дальше идёт естественный отбор. А потом окажутся разные сорта. Они будут друг друга опылять раз. А во-вторых, какие-то попали под замерзки. А какие-то уже отцвели. А какие-то ещё не цвели. Вот. То есть, вот таким обилием я советую всем, и кто меня слушает, где едят абрикосы каждый год. Как я им каждый год. Если видели мои фильмы, я же их не и нету. Не в Крым езжу снимать, а здесь в Сибири. Вот. Есть роскошные абрикосы. Вторая, назовём это, вторая группа. Вот эти роскошные абрикосы, они как раз для, я же не только вам говорю, а всем говорю, они как раз для пригородов. Назовём это, одноэтажный Красноярск, одноэтажный Томска, одноэтажный Омска, одноэтажный этот, Кемерово, одноэтажный этот самый, допустим, Хабаровск, там тоже довольно холодно. Всё, что в пригородах, всё, что нагревает сам город, я объезжаю в Красноярск, последний раз, это было давно, лет 15 назад, вот, и вот этот сизый дым и дышать невозможно. Одна радость, что въезжаешь в Красноярск, идёт пригород, одноэтажный, 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 вот, не сразу же попадаешь в центр, правильно? И пока едешь, и уже градусик больше, а у меня тогда на девятке градусик стоял, вот, так удобно было, у меня несколько лет, пока та девятка была старенькая, несколько лет я отслеживал, везде, везде, где только мог, и получалось до 10 градусов перепад. И вот я въехал, да, не повезло Красноярскому, вонючий город, если я не прав, обидьтесь и отключитесь, если он не вонючий, вот. Ха-ха, вот вам и ха-ха. Но это вонь, это и есть тепло. Да, да, техногенное тепло, абсолютно верно. Техногенное тепло, хорошо. Кстати, я заметил уже, только начался разговор, а вы уже розоветров, а у вас уже специально, как вы сказали, специальную карту сделали. Вы наш человек. Да, на миллиметровке. Вы наш человек. Я по-другому не могу, то есть у меня, знаете, как воспитывал по географии, у меня же стыдно было четверку принести домой. Да что? Да мы с вами одной его крови, как говорил Баугли. Смотрите, Ваш уровень выше среднего пройдет, ну мне жаль, мне уже жить-то осталось немножко. Я цинично говорю, искренне, не то, что я там, ну, выкаблучилась, нет. Я просто не успеваю, а потом, когда меня не будет, да, в каждом городе будет свой железо и свой сад. Да. А в Красноярске сказать сходу, что вот так все замечательно, что там полно моих друзей, вот, но на всякий случай буду готовить заместителя по Красноярску. Так, теперь, значит, я что-то отвлекся, мечтать-то не вредно. Смотрите, итак, группа самых роскошных абрикосов. У меня перед нами вот фотография этих супер абрикосов, да? Вот. С ними интересно работать, знаете, почему? Вот, это на экране потом увидите. Потому что они уже в Сибири не новички. Вот представим себе, я где-то выписал, есть такое понятие, честные, я их называю, честные обманщики. Можно два слова, антипода? А, вот, честные обманщики. Я про это не раз рассказывал. В одном месте достает семена, проращивает, честные, в другом месте достает черенки, часто сам не знает, что ему прислали, прививает, хороший привальщик, выращивает и продает. Доходит до того, где ваше фото, где ваше сад, и тут выясняется истина. Он сам не знает, что продает. Но хотя бы продает. Вот. Это честные обманщики. Так вот, если бы вот так вот взять, напрямую с этого, это же королевский сорт, да, вот этот вот, напрямую из, мне много таких фотографий, десятки, одна роскошь и другой, вот, я выбрал среднее. Приходит, допустим, посылка с Франции, я привил и продал. А у вас они сразу замерзнут. Смотрите, королевский меня занимает 40 лет, так, а баем, он немного скромнее, вот, левицкий занимается, занимался, царством небесное. Уже получается где-то 50 лет, а может и больше. Вот. Они роскошные, настолько роскошные. И одновременно, они уже адаптированы, остается один шаг. Какой этот шаг? Опять, у меня в понедельник вебинар, я расскажу, там меня сравнивают с Миширином, в каком плане. Вот он до сюда дошел, остановился, а я еще прививку, со второго на третью, с третьего на четвертый, с четвертого на пятый. А получается, что, когда идеальная совместимость по двое с привоем, я с вами говорю, как с коллегой, вы наверняка меня понимаете, под идеальную совместимость. Морозостойкость полностью от манчжурца, который минус 50 лет, переходит к этому же Королевскому. И вы сделаете еще пару шагов. Как? Очень просто. Первое, семена, массовый посев. Это если вы действительно будете моим замом по Красноярскому краю. Вернее, по Северному Красноярскому. Так? Вот. И второй момент, когда часть всхода, вы потом, год-то проживу, вы меня потом вот эти же черенки выпишите, так? И, что делаете? Привьете. Вот. И потом окажется, что они у вас не замерзают. Раз, это уже огромный плюс. Потом, кто вам сказал, что вы будете все время толкаться на том участке, где это? Ну, вы сами сказали 36. Это Африка для меня. У нас, у нас каждый год это самое, это, это среднее, как раз по Хакасе. Я не знаю, как, может быть, вы не досмотрели, мы все-таки были 40, 45, хотя бы. Ну, нет, нет, никогда. Да что мы это самое. это максимум, то есть, 36, ну, 40, это где-то в низинах, допустим, где-то возле железной дороги, у нас там котловина, как бы такая, получается, даже не котловина, а как будочка, а ущелье, по которому идет поезд, грубо говоря, на запад, на тот же самый и Апокран на ваш, то есть, сначала запад, на Ачи, грубо говоря, а потом вниз, либо на запад вообще. Вот так вот это ушло. И только-только вот как бы в низинах может быть было, но нет, у нас нету таких температур. Ну, тогда все, тогда давайте это, если насчет из косточек, давайте тогда всю коллекцию. Некоторые мои друзья, да, некоторые, они, вот этот каталог, сейчас я вам покажу, нет, вначале я прорисну, вот это все чудо, абрикосы, 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 сейчас, вот, специально для вас, потом посмотрите, ну, каталог, по WhatsApp вы пишите каталог, ладно, параллельно, вот, уж вы, оказывается, вы грамотные, ну, то есть, мы явно одного уровня с вами, вот, я сейчас быстренько прорисну, да, вот, видите, вот у меня на экране супер академик, там, 130 грамм, но ведь это не значит, что они у вас не будут, мой личный клон, если доведете до плодоношения, это чудо, это будет чудо, сказка, но это привать надо, чтобы повторил такие качества, тут много чудес, вот он поздний Серафим, он поздний настолько, что, как правило, уже убило цветы, допустим, ну, убило и убило, вот, урожая нет, а он только после этого засветает, представляете, а заморозки позади, еще у меня есть такие, вот, а я специально подразню, вот, я вот этой фотографии подразню, вот, знаете почему, вот, вот мне нужны такие люди, у которых в руках все засветает, или шибко умные, или шибко грамотные, вот кажется, я на такую нарвался, извините, вот это судьба, вот, смотрите, на фотографии роскошнейший сорт, роскошнейшие плоды, из Серафима, вот, из Серафима получились, как, рядом, была супер королевская, у меня королевская тоже бывает, просто королевская, и супер королевская, вот, и видимо опылил его, и прямое опыление, а потом, а этого не может быть, телегонию никто не признает, из ученых этих, ни современных, ни тех старых, вот, телегонию, ну, ну, это же реальный человек, это реальный 21-й год, это я своими руками фотографировал, вот, это моя сообщеница, я уже называю ее, ученица там, это, 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 кандидат на ух, ученый человек, Илья Александрович, она же, она же, моя сообщеница, так назовем, мы не, на рынке таких не бывает никогда, то есть, к нам привозят абрикосы, сливы привозят огромные, а абрикосы всегда мелкие, я всегда удивлялся, это мое, это наше, и вот получается, что замахнетесь, тогда мы делаем так, сейчас я возвращаюсь к началу каталога, заметьте, я не только для вас говорю, у меня за 5 дней не было ни одного заказа, так, горькая правда, кстати, книги потом посмотрите, нужны они вам, но это когда каталог будете листать мой, когда я пришлю, вот, сейчас, каталог знакомый-то снимательный, здесь очень много интересной информации, и вот получается как, есть продвинутые люди, за все годы таких было уже много, может человек 30-50, которые, знаете, как заказывали, сейчас, а вот так вот, вот это не абрикосы, вот, и я тогда делал, говорят так, а мне всех по 10, и я тогда вот так вот делаю, я вот так вот, копирую, на экране это хорошо видно, посмотрите, сколько у меня их, это еще не все, есть еще их, эти сюрпризы, вот сколько их, я даже здесь просто читать не могу, химера, фаины, и я, этот самый, и Латинков, мой друг, нас пригвоздили, вы занимаетесь химерами, на экране, минут назад, вы видели эти химеры, если бы химеры, они бы умерли, а у меня самым старшим химерам 30-35 лет, то есть, нас, нас зря оскорбили, нас зря обвинили, в том, что мы это, халтурщики, и так далее, и вот посмотрите, сколько, и тогда человек покупает так, мне всех по 10, видели, что делается, мне всех по 20, рекордсмены, это 3000 косточек, и 4000 косточек, есть такие, вот, не знаю, но это свеженькие, это прошлогодние, не знаю, что получится из них, с такими дикими высотами, и десятками гектаров, я не знаю, вот, я так бы хотел дожить, чтобы у них огромный сад, из тысяч, получился, ну, а в данном случае, сколько у вас соток? у меня, ну, я, я скажу, у меня там очень маленький клочок сейчас, на, на, абрикосы, я, то есть, это, как сказать-то, там огород, у меня, у меня вообще 16 соток, но у меня огород, огородом заняты 8, а дом еще не построен, и вот, и клочок, маленький подсад, ну, там буквально, сколько, ну, не знаю, не знаю. Так, смотрите, у меня сейчас закончится запись сама по себе, независимо от нас, давайте пока, сделаем так, пусть у нас будет вторая серия, знаете, когда, когда вы полностью ознакомитесь, и попытаетесь сделать заказ, на, на семена, можно, можно на саженцы, но это отдельный разговор, это к сыну, к невестке, вот, а пока на этом закончим, мы продолжим разговор, запись закончим, вот, а почему, потому что, мне надо, чтобы, мы обронили, обронили такую фразу, лопата, и, 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 улучшение земли, почему, врачу, а вот, пусть будет вторая серия, хорошо? Хорошо, ладно, тогда смотрите, что я делаю, у меня идет последняя минута, он сам отключится, так, хорошо, так, теперь, я заряжу, я приеду с деревни, вечером, продолжим, хорошо? Хорошо. А пока первая серия выйдет, таким образом, еще раз, ой, не успеваю, как вас зовут, еще раз? Меня Мария Геннадьевна, Мария Геннадьевна, поговорим, чуть, я пока выпущу первую серию, вы не против, вот это? Не против, не против. Хорошо, это всем пригодится. Спасибо. Да, вы не отключайтесь, это отключается, не я, отключается этот, камера, ну, 20 минут и все, уже осталось 12 секунд, вот, но я с вами не прощаюсь, мы с вами поговорим о, в общем, максимально... Субтитры сделал DimaTorzok